Сегодня вот облагораживали клумбочку, еще цветочки посадили. Какие цветочки? Дубочки посадили. Вот так каждый сезон жильцы облагораживают территорию дома на улице Рогожникова. Выходные трудятся вместе, большой дружной командой. Кто утром может выйти? Бабушки-пенсионерки выходят вечером. Молодежь с утра им нужно на работу идти. Мы выходим, да, и облагораживаем клумбы, и пересаживаем, и удобряем, и, как говорится, лечим розочки. В этом году немножечко приболели. В 2014 году в доме образовался совет. Председателем выбрали Юлию Ушакову. Общественную деятельность женщина совмещает с основной работой бухгалтера. А теперь, признается, на совет уходит даже больше времени. С 2015 года у нас уже традицию вошло. Традиционно мы проводим праздники. Новый год, 1 июня. Выходим постоянно на собрания. Соответственно, на собраниях общих мы знакомимся, на праздниках мы веселимся. Соответственно, у нас дом очень дружный. Благодаря совету установили ограждение, видеонаблюдение, дом теперь охраняют. А потом ублагоустроили территорию, привлекли жильцов. Работу совета оценили и на Всероссийском конкурсе управления домами. Присвоили номинации «Самый дружный дом» и «Лучшая работа совета». А это уже дом на улице Доваторцев. Вход в каждый подъезд здесь расписной. Яркие картины видно издалека. А созданные они, кстати, силами жильцов этого дома. На входе в третий подъезд висит вывеска «Победитель Всероссийского конкурса. Лучший дом, лучший двор». Также здесь нас встречает домовенок, а под ногами даже есть коврик. Лучшим подъезд стал не только за вход. Внутри жители создали целый зимний сад. На каждом этаже свой живой уголок. Ну, любители, наверное, попались цветов. Вот мы посмотрели и как-то решили, думаем, ой, как красиво. Поставили один цветок, потом поставили второй цветок. Кто-то выносит мебель, которая... Ну, мы посмотрели, вроде бы как для цветов она, ну, чтобы не много места занимала в подъезде, а так аккуратненько мало места. И мы стали туда ставить, ставить. С 2009 года Валентина Николаевна руководит домом. Женщина признается, здание было в удручающем состоянии. Не было света в подвалах, текли трубы, крыши. Все проблемы удалось решить. И теперь в подъезде растут даже помидоры. Задумались о благоустройстве своего двора. Кристина Бородюк и Павел Селиверстов. Ставропольское телевидение.